Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка Медвежьего угла, Елена Горчакова. И сегодня я хочу раскрыть вам второй секрет Иван-чая. Но прежде чем заняться этим интересным делом, я покажу вам, что стало с Иван-чаем, который я экспериментировала на ваших глазах в прошлом нашем видео. Вот он. Этот Иван-чай собран позавчера. Как видите, он потемнел. Его запах очень сильно изменился. Сейчас мы запахли черносливом. И сегодня его можно выкладывать на просушку после ферментации. Поскольку заставить Иван-чай пустить сок – это такая проблема, вот для этого и применяются две вот эти вот стадии. Сначала подвяливание, когда клеточный сок густеет. Затем замораживание, когда клеточки разрываются. И после этого уже разминание, когда листочек как будто бы купается в собственном соку. Что же происходит в этот момент? Что такое ферментация вообще? Ферменты, как я уже говорила в другом своем фильме, это вещества, которые действуют на другие вещества, особенно на белки, как клюзик-замку. То есть один фермент, он способствует тому, чтобы проходила какая-нибудь одна сложная реакция в органических веществах. Ферментов достаточно много, они разные. Вообще ферментация, вот эти вот процессы, связанные с ферментацией, это один из процессов, это химические процессы, необходимые для жизни. Совершенно естественные процессы. На поверхности листочков находятся особые вещества, в частности воска, которые могут вступить во взаимодействие с клеточным соком этих растений. Клеточный сок также вступает в взаимодействие с кислородом воздуха, осуществляется. И в результате получается следующее. Качество самого вот этого вот сырья, природного, натурального, оно очень серьезно меняется. Как вы видите, вот был вот такой вот листочек, вот он размером, да, получается вот такая вот, вот такая чайинка. Я вот покажу на руке, для сравнения. Очень интересно посмотреть на это, что получается. после ферментации. То есть, каким образом? Этот лист изменился химически. Вот что такое ферментация. Он изменил свой запах, он изменил свой цвет, он изменил свой вкус. В нем не исчезли те полезные вещества, которые были в зеленом листе, но добавились новые полезные вещества, которые очень ценны для человеческого пищеварения, для каких-то еще процессов в нашем организме. И я скажу вам следующее, что как химический состав Иван-чая, ученые только начинают еще сейчас изучать, так и вот это вот его новое состояние после ферментации, оно еще до конца, ну, я бы сказала, до конца не расписано современной наукой, не разложено по полочкам. А вот народная медицина и опыт, многолетний, даже многотысячелетний опыт, народный опыт употребления вот этого самого ферментированного Иван-чая, он показывает, что это очень полезно, что это средство от ста болезней, что это самая настоящая река жизни. Ну, на этом, я думаю, все про второй секрет Иван-чая. Я еще раз хочу повторить. Второй секрет Иван-чая состоит в том, что перед ферментацией его листья нужно подвяливать. В следующем видео из этой серии, в следующем нашем фильме из этой серии, я раскрою вам третий секрет Иван-чая. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого лучшего. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментарии, я всем-всем-всем отвечу. Я всегда отвечаю за все комментарии моих зрителей и читателей. Если вы смотрите нас в ВКонтакте, то ставьте лайки. Если на Ютубе, ставьте палец вверх. И вообще подписывайтесь на наше сообщество «Медвежий угол» и на канал на Ютубе. Всего доброго, дорогие друзья!